Настало время прокомментировать ценнейшие комменты некоторых к моему уже довольно старому видео о простом подключении проточного водонагревателя без резки труб и капитального ремонта ванной комнаты. Ведь горячую воду сейчас отключают сегодня и на 10, и вполне можно перекантоваться проточником. Итак, первый коммент, я сказал нужно покупать электрический провод с течением 2,5 квадратных сантиметра, а должно быть конечно миллиметра. Это вызвало просто бурю и экстазу умников, которые видимо кроме площади сечения ничего в жизни больше не знают. Так вот, во-первых, я оговорился. Во-вторых, когда покупаешь кабель, говоришь продавцу просто дайте 2,5 квадрат, и никогда не добавляешь миллиметров там или километров. И самое главное, моя задача чтобы зритель этого видео понял, что кабель нужно покупать, а не брать первый попавшийся от настольной лампы. Примерно из той же серии комментариев о том, что от проточника обязательно ебнет током. Во-первых, я несколько раз говорю о том, что надо ставить УЗО, и делать заземление именно в землю, а не на ноль или батарею. Кроме того, в проточниках как правило спираль отделена от бака керамикой или еще чем, то есть изолирована от нагреваемой воды, поэтому в исправном проточнике током двинуть не может. Ну и третий коммент о схеме подключения. Дескать нужно перекрыть горячую воду, и пустить ниже вентиля воду из проточника. Ну короче к холодной воде подключаете проточник, потом перекрываете горячую на стояке, и в горячую трубу квартиры пускаете выход из проточника. Таким образом у вас система заполняется горячей водой из нагревателя, и горячая вода есть во всех потребителях как обычно. Тут две проблемы. Во-первых, проточник нужен киловатт на 5. Во-вторых, далеко не каждый поддерживает такое подключение. Например на моем, красным по белому написано, что ни в коем случае нельзя перекрывать выход воды. Видимо мой проточник не рассчитан держать давление водопровода. Ну и самый последний комментарий, мол использование штатной душевой головки необходимо чтобы сработал аварийный выключатель, который реагирует на давление. Это просто неправда. Снимаем лейку, включаем нагреватель. А теперь включаем и выключаем воду. Как видите, выключатель срабатывает даже если вообще никакой лейки не ставить. Так что дорогие умники, вы не правы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова